В конце прошлого года Павловский автобусный завод наладил выпуск принципиально нового поколения автобусов модели CityMax 9. Для нее даже отрядили отдельный корпус, тот где прежде собирали бразильские автобусики Marco Polo Real. Однако CityMax это целое унифицированное семейство. В серию пойдут машины разных габаритов, у которых будет единое поперечное сечение кузовов, а также общие элементы отделки, светотехника, сидения и многое другое. Правда, более крупные модели будет выпускать Ликинский автобусный завод. На это уже получен льготный заем Фонда развития промышленности на сумму 760 миллионов рублей. И еще полмиллиарда группа ГАЗ выделят из собственных средств. Первым конвейеру видят 12-метровый CityMax 12. Его предсерийную версию несколько недель назад представили на выставке Comtrans. Его отличает весьма необычная компоновка с расставленными по углам колесами. Такой формат обеспечил минимальный радиус разворота, а главное – рекордную вместимость по меркам класса. Это 115 человек, включая 33 посадочных места. Для посадки и высадки организованы входы шириной 1200 миллиметров. Автобус оснащается новым отечественным дизельным двигателем ЕМЗ 537. Это хорошо знакомый 536, но с увеличенным на целый литр рабочим объемом. Мощность, соответственно, выросла до 360 сил. Коробка передач, разумеется, автоматическая китайской марки Fast Gear. Известна и планируемая дата производства. Это следующий год. Первый свет увидит дизельная версия, а уже потом газовая и электрическая. Более отдаленная перспектива – внедрение роботизированной коробки передач на семейство «Газелей». Это собственная разработка инженеров Горьковского автозавода, которые оснастили обычную шестиступенчатую механику сервоприводами. Закупать импортный классический автомат в нынешних условиях выходит дорого, а кроме того, простой робот будет дешевле, экономичнее и ремонтнопригоднее. При этом скорость переключения для коммерческого транспорта важна гораздо меньше, чем для легковушек. Чем этот вариант хорош? Тем, что коробка передач сохраняется своя, понятная и по надежности, и по сервису. Мы ее производим в Нижнем Новгороде. Сервоприводы делаются в России, электронику программировать мы можем. Это все российское. Пока такие машины проходят всевозможные тесты, но если перевозчикам понравятся роботизированные грузовички, Горьковский автозавод наладит производство.